Кому-то заплатили, кому-то не заплатили, кому-то два месяца заплатили, кому-то три. Кому-то там есть люди, человек три-четыре точно, как я, не заплачу. Порядка 250 тысяч рублей задолжала компания своему сотруднику с мая по сентябрь. Руководитель одного из отделов ООО СМТ Интех Олег просит не называть его фамилию и не показывать лицо. Но он единственный решился заявить на руководство Следственный комитет. Хотя без зарплаты, по его словам, остаются еще многие его коллеги. Два месяца передеждали, потом платили ежемесячно. Ну, с два месяца задержка была. Два месяца задержка была, как висела сзади. А сейчас, как бы, уже пять месяцев, шесть уже сказал. Компания СМТ Интех является субподрядчиком ПСО «Казань». Занималась наладкой проводных технологий на стадионах Саранска, Самары и других объектах прошедшего Мундиаля. По словам Олега, директор их компании ссылается на то, что денег на зарплату сотрудникам он до сих пор не получил от заказчика. Через него деньги-то не проходят. Ему обещают, а он спросил там ПСО. Должны, должны. Вот должны, до сих пор должны. Он сам, честно говоря, тоже так же не получает зарплату пять месяцев. Сам директор предприятия прокомментировать сложившуюся ситуацию нам отказался. Сотрудники обратились по поводу заработной платы, что уже пять месяцев не выплачивают ее. С чем это связано? Комментарию, что что указание. А вы не можете сказать? Нет, нет, я на совершении. Нет, не могу. Супруга Олега Оксана рассказывает, что они просто вынуждены идти на такие крайние меры. Почти полгода их семья живет только на ее зарплату в 12 тысяч. Пришлось влезть в кредиты и копить долги. 12 тысяч жить невозможно. Я не могу есть воду, хлеб и землю, если может так некоторые думают, как думает Зиган Шаравиль Хабибулыч. Я неоднократно в течение двух-трех месяцев обращалась к Зигану Шаравиль Хабибулычу по телефону. Звонила ему, говорила о том, что необходимо выплатить заработную плату. На что мне отвечали. Скоро выплатим, скоро выплатим. Однако скоро все еще не настало. На наши многочисленные звонки в ПСО «Казань» сегодня не ответили. Абонент не отвечает. Одними обещаниями семью не прокормишь, возмущается женщина. Сейчас они ждут решения Следственного комитета. Дело должны рассмотреть в течение трех дней. В любом случае семья намерена добиваться справедливости и обращаться во все возможные инстанции. Леона Санамян, Роман Фенин, Телеканал Эфир.